В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В рамках акции Лес Победы в поселке Лопатина высажено около 200 деревьев. Это очень важно. Мы должны привлекать и других родителей. Это же будет у нас тут целый мини-парк, так скажем, для деток. Литературную премию имени Евгения Зубова вручили подмосковным поэтам в 15-й раз. В 2007 году Видное получил официальный статус литературной столицы Подмосковья. В Видновской детской школе искусств состоялся концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Такой патриотический праздник, который именно нужен нашим деткам. Девятое мая уже давно позади, а акция Лес Победы продолжает шагать по Подмосковью. Сегодня в поселке Лопатина на территории нового микрорайона высадили около 200 деревьев. Акция Лес Победы в поселке Лопатина стартовала на территории детского сада номер 24 «Жарптица». В ней приняли участие представители территориального отдела Расторгуева и местные управляющие компании, депутаты, активные жители, воспитанники образовательного учреждения и их родители. Очень отрадно, что активно участвуют наши жители. Независимо от возраста, мы видим, что самому маленькому два годика. Все поддержали наше предложение поучаствовать в акции Лес Победы, которая проходит на территории всей Московской области. Это инициатива губернатора. Юрий Суровцов пришел на акцию вместе со своими сыновьями, выпускником детского сада «Жарптица» Максимом и маленьким Ильей. Ты сюда пришел, что делать сейчас? Садить деревья. Так. Как ты считаешь, зачем нужно сажать деревья? Они же и так растут. Зачем вам нужно еще сажать деревья, скажи, знаешь? Чтобы было красиво. Ребята активно участвовали в посадке, а после поливали березки и елочки. Это очень важно. Мы должны привлекать и других родителей. Это же будет у нас тут целый мини-парк, так скажем, для деток. Они будут гулять, будет отлично, здорово. Детская площадка рядом, будет очень удобно им там проводить свободное время саду. Рябины, липы, березы, ели и множество разнообразных кустарников поселились не только на территории детского сада номер 24, но и за его пределами. Участниками акции было решено заложить в жилом комплексе свою аллею славы, посадив по ее периметру деревья и кустарники. На территории детского сада и ЖК «Государев дом» высажено более ста деревьев и кустов. Особое предпочтение мы отдали березам. Это было не случайно, так как береза у нас, вы знаете, это символ России. Вскоре у каждого деревца появится своя именная табличка с датой и именем посадившего. Они же будут следить за тем, чтобы растения не пересыхали и ни в чем не нуждались. В ходе работы жители могли задать интересующие вопросы представителям администрации и депутатам. Здесь тоже многие активные жители выходят. Какие-то вопросы возникают у людей. Они могут в такой обстановке непринужденной о чем-то поговорить по-человечески, сказать и поделиться проблемами. Такие акции нужны, они сближают людей. И власть. Поэтому участвуем, стараемся. В этот же день около ста новых деревьев и кустарников украсили территорию соседней Лопатинской школы. Напомним, что акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье уже 8 лет. В этом году в муниципалитете планируется высадить более 19 тысяч растений. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное 2. На территории Ленинского городского округа участились случаи наездов на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенных местах. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд, чтобы не лишний раз напомнить жителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. На прошлой неделе, видно, произошло два наезда на детей. В обоих случаях ребята находились не на пешеходных переходах. Травмы и слезы пострадавших – проблемы у владельцев автомобилей. А всего этого можно было избежать, если бы родители больше времени уделяли общению со своими чадами и объясняли им последствия неправильного поведения на дороге. Но что далеко ходить, если так же поступают и взрослые? Даже при минимальной скорости, при движении 10 км в час, удар соприкосновения автомобиля с пешеходом будет равен скорости 40 км в час. Представьте, человек и автомобиль при соприкосновении 40 км в час. Соответственно, последствия могут быть абсолютно непредсказуемы. В связи с участившимися случаями наездов на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенных местах, сотрудники госавтоинспекции вышли в профилактический рейд. Район Круга на пересечении Советского проезда и улицы Гаевского. На пятачке возле торгового центра Старая Прага наблюдается повышенный пешеходный трафик. А все потому, что до ближайшего пешеходного перехода официального идти достаточно далеко. Он находится почти возле церкви. На свой страх и риск люди перебегают дорогу в неположенном месте. Не страшно? Нет, ну страшно, конечно. Бабка старая такая. Я стараюсь везде переходить как надо. А здесь вот смотрел, никого нет, я прошла. А так я всегда делаю на лесу, чтобы идти через дорогу. Что заставляют переходить в неположенном месте? Потому что нет здесь пешеходного перехода, поэтому в неположенном месте неудобно, конечно. В этом случае лень делает свое дело, но нарушителей можно понять. На этом участке пересечения трех дорог пешеходные переходы расположены максимально неудобно для людей. Желательно бы здесь переход был бы, потому что вот как бы все время мы здесь... Раньше, кстати, здесь был какой-то переход, я помню. Ну, как бы, может быть, лет 20 назад. Там вообще пешеход ужасный, неудобный. Он сделан как-то наискось, и ты выходишь из магазина, тебе нужно возвращаться и опять идти, и он еще идет в бок. Вопрос переноса пешеходных переходов здесь уже поднимался. Мы как бы думаем внести в комиссию по безопасности дорожного движения вопрос о рассмотрении переносов пешеходных переходов. Сотрудники госавтоинспекции напоминают пешеходам об ответственности за нарушение правил перехода проезжей части. Это сегодня рейд нес профилактический характер, а вообще штраф составляет 500 рублей и будет выписываться всем, кто пренебрегает дорожной разметкой. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В Центральной библиотеке прошла торжественная церемония вручения Московской областной литературной премии имени поэта Евгения Зубова. В этом году она вручалась в 15-й раз, и трое жителей Ленинского городского округа стали ее лауреатами. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности расскажет Максим Козлов. Лауреатами Зубовской премии, учрежденной в 2003 году, стали уже 84 человека. В этот раз еще 6 номинантов получат свои удостоверения и значки, и их станет ровно 90. Тоже маленький юбилей, и каждый год даже для членов жюри имена победителей до последнего момента – загадка. Кто станет лауреатом в этом году, ну, конечно, это сюрприз каждый раз, хотя и мы отслеживаем писателей подмосковных, кто что делает за последнее время. Премия вручается в 6 номинациях за различные достижения в сфере литературы и большой вклад в культурную жизнь своего муниципалитета. Награда носит статус областной. Несмотря на то, что учреждена она в Ленинском тогда еще районе, участвуют в ней и писатели из других муниципальных образований. Нас поддерживает по-прежнему Союз писателей, нас поддерживает Министерство культуры, и нас поддерживает и вы, общественные жители. От Ленинского городского округа лауреатами премии стали член Союза писателей России Георгий Абраменко, заместитель директора Центральной библиотеки Елена Рогозянская и писатель Андрей Коршунов. Когда я был совсем маленький, у меня была учительница, она мне принесла книжечку, где были переписаны стихи разных поэтов. Я прочел и заболел поэзией. Стал писать и пишу по сей день. Стоит отметить, что премия имени Евгения Зубова стала первым официальным признанием поэтов и прозаиков в Московской области. Все остальные премии появились много позже. Влияние города Видного на литературную жизнь Подмосковья настолько велико, что в 2007 году Видное получил официальный статус литературной столицы Подмосковья. Премия учреждена в память о поэте Евгении Зубеве, судьба и творчество которого неразрывно связаны с Ленинским округом. Максим Козлов, Кирилл Иванов и Катерина Давлятова. Видное ТВ. В Витновской детской школе искусств состоялся концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В нем приняли участие воспитанники музыкальных образовательных учреждений Ленинского городского округа. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Ежегодно 24 мая в России и во многих странах мира отмечается День славянской письменности и культуры. История праздника связана с памятью о создателях кириллицы, святых равнопостольных братьях Кирилли и Мефодии, благодаря которым славянские народы получили свой алфавит. На сцене Видновской детской школы искусств состоялся ставший уже традиционным концерт, приуроченный к этому дню. Такой патриотический праздник, который именно нужен нашим деткам, нужен городскому округу для того, чтобы развивать любовь к родине, любовь к малой родине. Как это принято в День славянской письменности, в концертной программе в основном выступления хоров. Выше летим, выше летим, выше в небо, ближе к солнцу. Выше ходим, выше ходим, стань частицей и с миром слиться. Особый колорит празднику придали фольклорные коллективы. Артисты в традиционных русских народных костюмах подарили отличное настроение всем гостям. День славянской культуры и письменности, ну это же прямо наш праздник, наш профессиональный практически. Мы подготовили многое лето, распев в Белгородской области, споем акапелла. А в начале еще выступят девочки четвертого класса, фольклорный ансамбль «Незабудки», наши выпускницы. Для Ксении Путиловой, выпускницы по классу музыкального фольклора, это выступление стало итоговым. Почему выбрала именно это направление, Ксюша отвечает просто. Мне нравится петь народные песни, это прям очень классно. Вот, поэтому я сюда и пошла. Екатерина Лунгул учится в школе искусств поселка Володарского. В будущем собирается продолжить музыкальное образование и поступить в Гнесинское училище. Я очень хочу собрать свою группу. Я мечтаю разъезжать по России и петь свои песни. Что меня привлекает в русской народной песне? Она необычная. Сейчас все поют по большей части эстраду. Вместе с юными артистами на сцене выступали и их преподаватели. Всего в праздничном концерте приняли участие более 50 воспитанников музыкальных школ муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!